Это что это? Это армия? Или что? Людей бросают вообще на смерть, верно? Смотрят на них вообще как на расходный материал, просто-напросто. Как на сырье, понимаете? Российские военблогеры бьют тревогу. В армии России набирают обороты очень нехорошие процессы. В Z-каналах буквально вал сообщений о так называемых обнулениях. Это когда российские командиры просто казнят подчиненных за какие-то провинности. А также о переводе в штурма. Ну, это когда, соответственно, командир переводит подчиненного в штурмовики и отправляет в заветомогибельный штурм, шансов из которого вернуться практически нет. Такие процессы сейчас происходят буквально по всей линии фронта. Вот просто повсеместно. И пишут об этом не просто какие-то, знаете, российские либералы, там иноагенты, западные СМИ. А об этом пишут сами же российские военкоры и военблогеры. К примеру, известный российский патриотический блогер, писатель, имперец и националист Максим Калашников сообщает, что в российской армии из-за такого вот бесчеловечного отношения к российским бойцам, из-за массовых потерь начинается разложение. И если так дело пойдет дальше, вскоре начнутся солдатские бунты и случаи самосудов. Штурмяки не элита. Это смертники. Там избавляются от неугодных. Раненых в строй заталкивают, даже не дав долечиться. Долечиться толком. С осколками. Иногда просто обезболивающее дают. Давай, давай. Что называется. Я понимаю, что в армии давным-давно творится что-то неладное. Кажется, он стал что-то подозревать. Действительно, что же могло пойти не так? Всего лишь набрали в армию уголовников. Разрешили им безнаказанно совершать военные преступления и мародерствовать. Разрешили командирам не считаться с потерями, как при Сталине. Теперь заметили, что в армии происходит что-то неладное. Да ну, как же так получилось? Людей бросают вообще на смерть верную. Смотрят на них вообще, как на расходный материал, просто-напросто. Как на сырье, понимаете? Особенно смешно, что это все говорит сталинист и фанат Советского Союза. То есть, сначала они пропагандируют в Россию идеи о том, что массовое истребление людей в трудовых лагерях это нормально. Потом удивляются, почему же к людям такое отношение, как к расходному материалу и сырью. Сначала они требуют от Путина, чтобы он проявлял жестокость и кровожадность, бомбил украинцев, пересажал всю оппозицию. Потом с удивлением обнаружат, что оказывается эта кровожадность распространяется и на них. Режиму вообще все равно, кого там мочить, обнулять. То ли это украинцы, то ли это россияне. Да, бабы там еще нарожают. Дальше Максим Калашников в качестве примера привел историю 72-й российской мотострелковой бригады, которая стояла под бахмутом. Он рассказал, как бойцы из этой бригады вышли на него и буквально молили его о помощи, чтобы он их спас. Потому что их командир хотел их обнулить. Это был май 2023 года. Меня просто знакомые очень попросили спасти людей из 72-й бригады, мотострелковой бригады, которая воевала, стояла в Клющеевке. Помните, это к югу от бахмута. Люди, так сказать, командир батальона вот этих шторм, которые входят в вторую бригаду, просто говорят, что нас хотят убить. Что наш командир, а это тот самый Север, он же Веневитин, он завел в своей бригаде, как говорится, незаконную контрразведку. Ну, как Махно Леву Задову себе завел, расправляется с людьми, делает что хочет, нас пригласили убить. Почему? А наемники из ЧВК Вагнера, по словам Максима Калашникова, вообще покупали людей в других подразделениях. Да, вы не ослышались, они реально покупали российских военных как рабов, чтобы они работали у них чем-то типа прислуги. А потом в ходе конфликта с Вагнерами вылезли на свет подробности, что Вагнера покупали людей. Ну, вот как, знаете, если мы воюем, а вот нам прислуга нужна, как говорится, насильщики и прочее, прочее, они покупали в других подразделениях. Это было накануне мятежа привозено, вот, все же говорю, все рядом. И я тогда ужаснулся, это что за, это что, это, 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 это армия? Или что? Ну, как что? Это вторая армия мира. Ну, почему мне так нравится, как он искренне так возмущается, мол, да что же это такое? Так это же ваш любимый Вагнер, который ваша пропаганда превозносила и восхваляла, лепила из них героев ровно до того момента, пока Пригожин не попер на Москву. Как только он попер, резко сразу выяснилось, что Вагнер это такие вот нехорошие люди и вообще конченные отморозки, которые российских военных, видите ли, в рабство загоняли. Правда, раньше почему-то об этом молчали. Видимо, не хотели, чтобы Пригожин применил к ним кувалду. Знаете, если вот эти процессы не остановить в армии, самосуды начнутся, потому что люди, ну как, люди не могут терпеть такое отношение к себе, особенно во время войны. Но насчет этого я как раз не уверен. Уже почти три года российские военные терпят и покорно идут умирать по приказам своих командиров-мясников. Впрочем, не факт, что так будет продолжаться бесконечно. Однажды терпение действительно может лопнуть, и тогда начнется то, о чем рассказывал Максим Калашников. Ну, во всяком случае, раньше в истории России такое уже случалось. Это что со состоянием вооруженных сил? И как вы думаете, вот в таком состоянии, а это все прогрессирует, к сожалению, наши вооруженные силы могут выиграть войну? Полгода назад, когда бывшего министра обороны Шойгу поменяли на Белоусова, российские патриоты радовались и писали, что ну вот теперь-то наконец-то все изменится. Теперь-то прекратится эта безумная коррупция, и в армии настанет порядок. Теперь-то Россия будет воевать по-настоящему. Но мы видим, что прошло уже достаточно времени, прошло полгода, и походу сами же российские патриоты начинают осознавать, что Шойгу было не так уж и плохо. Теперь Максим Калашников, глядя на всю ту дичь, которая творится в армии уже при Белоусове, как-то приуныл и уже не слишком верит в победу России. Понимаете, что войска одновременно, а, стачиваются, и второе, вот такие процессы, это криминализация, это разложение? Калашников говорит, что в российской армии происходит разложение. И сугубо по моим ощущениям эти процессы ускорились как раз после того, как произошла широко уже известная история с уничтожением операторов БПЛА Эрнеста и Гудвина. Их фотографии Калашников как раз вывел у себя на экран. Вот как раз после этой истории всех этих российских военкоров и военблогеров буквально прорвало, и они стали массово рассказывать о похожих ситуациях, о похожих случаях, которые творятся практически во всех российских бригадах по всей линии фронта. Я понимаю, что когда общество больно, не может быть здоровой армией, это отражение общего, так сказать, деградации, гниения. Но у тебя получается одновременно в армии идут процессы стачивания и криминализации, то есть разложения. Общий, собственно говоря, такой, мы сколько раз об этом говорили, управленческий такой кризис в стране из-за некомпетентности, алчности, ограниченности, проволочек беларкотических. И уже посмотрите на Северном Кавказе, глава Чечни объявляет кровную месть уже сенатору и двум депутатам. Калашников совершенно правильно говорит о том, что в России происходит деградация, что там такое вот бесправие, феодализм, тотальная коррупция. Это все верно. Вот только есть один маленький нюанс. Калашников поддерживает войну, которую вот этот насквозь прогнивший режим развязал и сейчас ведет против Украины. Ну и возникает совершенно логичный вопрос. А зачем? Ну в чем логика? В чем смысл поддерживать войну, развязанную такими вот Кадыровыми, которых сам же, значит, Калашников вспоминает, говорит, как вот Кадыров в России объявил кровную месть? То есть, а в чем тогда смысл, да, помогать Кадырову захватить Украину? Ну, Кадырову, Путину, там, и всей вот этой Кадли. Чтобы Кадыров и здесь кому-то мог кровную месть объявить? Или, ну вот что, да, чтобы они все вот это, всю свою гнилость, весь вот этот ад, беспредел, чтобы весь этот трэш с продажей там военных в рабство, то, о чем он рассказывает сам, да, чтобы все это и в Украине тоже творилось и распространялось на украинцах. Ну, то есть, получается, за это вы воюете, это вы поддерживаете. А зачем? Ну, просто один вопрос. Для чего? Это, конечно, очень здорово, война до победного конца. Но, опять-таки, понадобятся, ну, просто драконовские меры для того, чтобы вообще привести, ну, для начала армию в порядок. Понимаете, в чем дело? С такой системой, вот, и без настоящей мобилизации, какая-то, какой там русский флаг над Одессой? Дай Бог, так сказать, вот сейчас не потерять темпы, не сточить войска и удержать взятые. Ну, и под конец Калашников совсем приуныл и погнал зраду. Он признал, что с такими успехами о захвате Одессы можно и не мечтать, и хорошо бы вообще удержать хотя бы то, что захватили. То есть, опять видим, что в Z-лагере вот среди вот этих российских военблогеров, военкоров наблюдается очевидная деморализация. Сейчас, то есть, у них как-то вот все больше таких упаднических ноток в их постах, все меньше веры в какой-то разгром Украины и в победу. И, очевидно, это можно объяснить очень просто, да, объяснение на поверхности. То есть, они получают информацию не из программ Соловьева, где все хорошо, все замечательно, Россия идет вперед. А они непосредственно как бы имеют информацию о том, что реально происходит в армии. Они знают об этом из первых рук. И, видимо, эта информация очень угнетающая. Она действительно очень негативно на них действует. То есть, она не вселяет веру в успех. И поэтому, в общем-то, у них такие настроения. Поэтому они так и говорят. Ну, а еще, помимо того, что в российской армии все плохо, их настроение свидетельствует также о том, что украинская армия дерется очень и очень эффективно. И, соответственно, останавливает эффективно, наносит противнику урон, эффективно его останавливает. И в наших с вами, на самом деле, силах сделать так, чтобы украинская армия защищалась, оборонялась еще эффективнее. Для этого мы просто должны помогать. Давайте задонатим в очередной раз, как мы это с вами часто любим делать. Я оставлю в описании к этому ролику реквизиты, ссылку на волонтерский фонд. Пожалуйста, закиньте, кто сколько может. Это крайне важно. Потому что сейчас нашим солдатам особенно тяжело. Они буквально, что называется, зубами сдерживают эту навалу, навалу оккупантов, навалу захватчиков, которая все перемалывает и крушит на своем пути. И мы с вами действительно сегодня можем спасти чью-то жизнь и помочь защитникам Украины продержаться. Давайте помогать. Ну и, конечно, подпишитесь на канал. Это тоже очень важно.